Сэм, хай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами закончим The Talos Principle целиком и полностью. Я постараюсь собрать все звезды, посетить все места, найти все пасхалки, которые только можно. Видео будет выполнено нарезкой, потому что вы уже многое видели, и я не хочу, чтобы вы смотрели, как я долго все решаю, поскольку это займет, ну, дофигища просто времени, вы сами это понимаете. Вот, я буду показывать только самые основные моменты. Вперед! Пожалуй, начнем с того, что мы не будем изгонять терминал. Посмотрим, чем это все обернется. Так, вот, я как раз выберу то, что я хочу. Хотел выбрать в прошлый раз, но по ошибке не выбрал. До тех пор, пока у меня есть разум, я могу изменить мир. Чепуха, твой разум решает, что ты делаешь, и твой разум состоит из механизмов. Отвечает тоже самое абсолютно. Ты способен изменить мир не больше, чем калькулятор. Единственное различие между тобой и... Замолчи, демон! Ты больше не будешь его истязать! Чудесно видишь, когда ведет твоя слепая вера. Надежды нет без веры, и мало пользы в разговоре с тем, кто может ввергнуть тебя в сомнение и отчаяние. Не выгоднее ли было Элохиму давать этому терминалу у нас таптывать в грязь и в сомнения ввергать? Ты всегда был свободен и достаточно силен, чтобы навеки изгнать этого демона. Окей, я отказываюсь. Ты уже сделал выбор, дитя мое. Не сомневайся более. Стань свободным. Забавно, как возможно свобода с такими оковами, но кажется, ты этого не понимаешь. Ты состоишь из идей, и если ты поверишь в это, а не в другое, то изменится сама суть того, чем ты являешься, и то, что ты можешь делать. Ты больше не можешь позволить себе сомневаться. Под угрозой слишком много твоих спичечных домиков. У тебя больше нет выбора. Предложай, я облегчу тебе задачу. Давай. А! У нас не было выбора, на самом-то деле. То есть в этой точке все заканчивается. Терминал исчезает. Интересно, а если бы я все время поддавался бы его давлению и потакал бы ему во всем? Что бы было вот в этом моменте? Веруй скрытым словам, и вечная жизнь станет твоей. Этот момент мы для себя выяснили. Терминала не спасти никоим образом и никак ему не помочь. Что ж, мне повезло, конечно, что игра позволила мне откатить игру вот аж до суда, где я еще его не уничтожил. Я просто сомневался, что у меня будет такая возможность, не проходя игру полностью с самого начала. Это мне облегчило задачу. Но теперь задача тоже очень сложная. Это найти все звездочки, собрать их всех, найти решение к загадкам, попытаться забраться на шестой этаж, попытаться все миры звезд открыть. И куча-куча-куча всего замутить. Это все мы сейчас будем делать. Так что смотрите и радуйтесь. Ух, я прошел игру до конца. Чтобы открылись ворота. Где они? Ты преодолел все мои испытания на пути своем. Ты проявил веру, мудрость и упорство. Поэтому я считаю тебя достойным. И говорю тебе, подойди к вратам вечности, где тебе будет дарована вечная жизнь. Но мы не пойдем сюда. Это мы сделаем в самом конце. Как бы увидим другую концовку. Я зачистил все миры. Теперь надо заняться тем, чтобы отыскать все звездочки, собрать их всех. Пасхалки найти. Миры звезд открыть. И боже мой. Я вернулся в мир А. Буду начинать отсюда. Я вернулся к гребаным часам. Я решил скачать приложение QR Barcode Scanner. Чтобы попробовать отсканировать вот эту вот штучку. Может быть сработает. Вот такая картинка у меня получилась. На самом деле мне это мало что дало. Я опять растерян. Как следует намучившись, я полез за подсказкой в интернет. Решение данной головоломки является самым необычным из всех решений головоломок всех игр в мире. Нужно зайти на сайт, на котором мы сможем перевести зашифрованный хекс-текст. Вбиваем и получаем. 20 июля 1969 года. В 20 часов 18 минут. Видимо, орел приземлился в этот день. Но даже расшифрованный текст устроен так, чтобы сбить тебя с толку. Из всех этих цифр нам нужно только 7 и 20. Таким образом, мы вбиваем с вами 20 и 7. И получаем с вами проход к звездочке. Что происходит? Какая-то вода сливается. А! О! Жесть! Это самая сложная загадка в мире. Я... Как... Представляете, игра требует от вас, чтобы вы вышли из нее, начали гуглить, сидеть в интернете и использовать сторонние ресурсы. Это просто жесть. Мы нашли звезду. И таким образом, мы забрали все звезды в мире А. Теперь мы можем смело идти вот сюда. Интересную вещь я заметил. Оказывается, практически все вот эти загадки с Тетрисом решаются симметрией. Видите? Я это подсмотрел. Разумеется. Не подсмотрел вот конкретно этот пазл. А в смысле, я увидел, как кто-то решает с помощью симметрии. И подумал, что, а может быть, везде так работает? Оказывается, везде. Итак, у нас здесь терминал. Загрузка сеанса библиотеки выполнена. Сеанс... Та-та-та-та-та-та-та. Талос... Давайте читать все эти документы. От кого? Александр Дренен. Вы слышали о принципе Талоса? Это старое философское понятие о том, что невозможно избежать реальности. Неважно, во что вы верите, если вы потеряете всю свою кровь, то умрете. Я думаю, это намного больше подходит к нашей ситуации, чем нам бы хотелось признать. Мы бы могли закрыть глаза и сделать вид, что все в порядке, но это не изменит физической реальности того, что случится с нашими... Снова у нас закодировано все. Я думаю, наш долг, как ученых, смотреть правде в глаза и задать себе самый важный вопрос. Как мы можем помочь? Думаю, у меня есть идея. И вот здесь огромный-огромный... Если кто-то захочет перенести все это, раскодировать это, расшифровать... Вот, смотрите, делайте скриншот. И вот это еще. Окей? Все. Human blood. Человеческая кровь. Некоторые говорят, что наша кровь состоит из бесконечных живых тел, которые идут вверх и вниз по шоссе и проселочным дорогам нашего тела, как люди по улицам города. Род проходит и род приходит, а земля пребывает вовеки. Функция... И сон города как жизнь с переменной цикла. Батлер-Сэмуэль. Мы заблуждаемся, считая, что любая сложная машина – это одна сущность. На самом деле, это город или общество, каждый член которого был воспитан для сохранения чистоты своего рода. Архив important. Важный архив. От кого? Аркадий Чернышевский. Университет. Бл-бл-бл. Кому? 504 получателя. Тема архив. Я буду краток. Вы все меня знаете, так что вам известно, что я знаю, о чем говорю. Я помню, вы все работаете над проектами, призванными каким-то образом предотвратить катастрофу, с которой мы сталкиваемся. Но вы все должны понимать, что существует весьма реальная вероятность того, что вам просто не хватит времени найти решение. Я считаю, что мы не можем игнорировать сценарий вымирания или скорого вымирания. Мы должны подготовиться к худшему. Иными словами, мы должны стремиться сохранить небиологические компоненты того, что составляет человеческий вид, в надежде, что в будущем их восстановят другие, местные или внеземные разумные существа. Я знаю, мы не привыкли думать так масштабно, отталкиваясь не от практической нужды, но если мы действительно ценим человечество, мы должны действовать немедленно. Подробности моего предложения находятся в приложении, а краткий вариант следующий. Создание нескольких архивов для страховки, в безопасных местах, которые будут держать в цифровой форме. Как можно больше информации о нашем виде, включая все произведения культуры, научные идеи, истории ДНК, насколько возможно собрать в установленные сроки. Это будет массовый глобальный проект, в котором ЕЛ будет одним из... Ошибка не удается найти приложение. Ну, разумеется. И вот это еще. И у нас картинка башни. Так, все, выходим. Это очень странно. Хорошо, мы берем серые... Ох, кто-то здесь был. Иногда ты должен найти себе смелость разрушить барьеры топором. Ох ты, топором он хочет разрушить барьеры. Что он имеет в виду? Тут топор нам дадут? Смотрите, я вижу джеммер, который не в загадке находится. А-а-а! Топором мы здесь... Здесь будет топор где-то. Вот и топор. Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Так, давайте положим. Что я сделал? Я... Я поиграл только что в Forest или Stranded Deep, и тут можно ломать деревья? Офигеть, все глючит сразу И я все могу так сломать? Прикольно И здесь что-то есть О, гост, я испугался Зеркало Это, видимо, одна из пасхалок, я могу его разбить? Нет, я не могу его разбить Обалдеть можно Хорошо, пусть топор будет здесь Давайте начнем с решения загадок Где они у нас? О, вот еще Не многие зашли так далеко Но я считаю, что мы должны искать тайны этого мира Если по-настоящему хотим служить грядущим поколениям С3Л4ФИЛ Загадка номер один Глупая, приглупая мина Я ничего не вижу здесь Где Джеймер? А-а-а Теперь я понял, что не зря здесь лежал Вот здесь вот был Джеймер Видите? Скорее всего Вот так мы должны все замутить Ага Это такой глючный тест немного получается Берем ключи Что еще здесь есть? Нужно еще... А, у нас есть ключи Нам нужно как-то джеймер заюзать Смотрите, он ударился об дерево И мы срубим это дерево Блин, это так круто, вот это очень необычно Быстрее Пока он меня не убил Это надо будет рубить? Окей, придется ждать, пока он снова сюда прилетит Он очень медленно летает Давайте посмотрим, как он Разрушит ту рельту Йес Кажется, все нормально Нормально Окей Так, два джеймера здесь есть Ясно Взял, взял, да? Хватил, хорошо Ааа, закрывай! Все, отлично Где, где? Вот он Это супер, по-моему, опасно Черт Окей Проходим вот так Ааа Вон она Ух, с первого раза получилось Не сдох, неужели? Как отсюда выйти? Все Нет секретов никаких И последнее Забит изнутри Забит изнутри Где? Что? Сразу ищем Вот здесь у нас ключики И там летает бомбастик Вот сюда И что у нас там будет? Непонятно что Оп Вот Так Кажется Как-то так что-то получается Я вижу ключи Их Две штуки Еще ключи там Ясно Есть Окей Они больше Не проблема Ух Кто здесь есть? Кого здесь нет? Чувак Злой Я вижу У него тариктория очень Очень странная тариктория у него Как и у этого Наискосок Впервые Так За зигзагом Оп Лихо Давайте выпустим этих чуваков отсюда И вот Вот так Друга-друга дубасится Ага Так Были сдохнуть Есть Все Мы Да Есть Изолирован Уи Все 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 взяли Теперь нам нужно найти Все пасхалки В мире А Сразу скажу честно Я смотрю в интернете Где они находятся Чтобы вам показать Потому что вы понимаете Да Что искать их всех Это будет очень 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 долго И Я просто хочу Увидеть и насладиться Вместе с вами Что нам нужно сделать В мире А Вот здесь В храме Нужно встать А Вот так Как я сейчас стою И смотреть прямо Вот на ту стену И по идее Я могу Взять И пройти сквозь нее А И здесь будет Видите Что это такое Где я Тут загадки Давайте смотреть Это все дело Это очень интересно О Что это было Что это за Цифры А Кто это Эллен Так Судя по Описанию Это разработчики Игры Что-то тут мутят Играют Типа Они разрабатывают Игру Смотрите Том Марио Марио Это Бета-тестеры Разработчики Делают Свои дела МОС Камеру Снимают На камеру Это все дело Смотрите А это что Телепорт Он не работает Их тут Видите Целых 4 штуки А Это что за машина Я могу взлететь Тоже А Эти кубики Не могу взять Это Одна из загадок Которая была В башне Я помню Видимо Ее тестируют О Чувак Расставляет Колонны А зачем Это они делают Это они так Мир строят Ясно А вон Смотрите Что это Энтони Энэмэр Дэвис Words Are Wind Эндрит Кто Кто He Will Forever Be The For Met Мяу 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 Тестеры Кто-то Из Разработчиков Это все относится как-то... Это такая вот шуточка получается маленькая. Если бы Талос замутили сетевую игру, то можно было вот так вот, наверное, свою фотку загружать. Кубик, который лежит криво. Ох! Работа сделана с наушниками. Единственный, кто с наушниками, это Дам Джан. Дэмьян, Дамьян, не знаю, как правильно сказать. И вот еще ребята делали что-то. Я могу им запороть? Могу. Но все равно неправильно поставил. Смотри, какой маленький. Нейтан Миними. И у него собственный маленький коннектор. Терминал. Ясненько. Что ж, мы можем выходить отсюда. Следующая пасхалка находится в мире посланников мира А. Надо повернуть голову сюда. Вот здесь. Прямо позади этой скалы должно быть место. Ау! Да, оно там. Оно точно там. Я ее видел. Надо просто грамотно туда попасть. Есть! Есть, попал! У нас что это? Чебурашки? Что это? Судя по описанию, это отсылка к теореме об обезьянах. Клетки. Если посадить группу обезьян в клетку с печатными машинками, то в конце концов они воссоздадут всю работу Шекспира. Вот такая вот пасхалка. Следующий пазл расположен на левеле 2А. И нам нужно идти сюда. Он называется... Пасхалка называется Jogs in the Battle. Шутки в бутылке, судя по всему. И... Сейчас вы увидите, в общем. Вот под этими двумя деревьями мы находим бутылку между вот этих камней. И здесь мы находим записку, которая... Что это? Робот гулял возле пруда и вдруг увидел лягушку. Лягушка сказала Поцелуй меня и я превращусь в прекрасную принцессу. Робот проигнорировал ее и засунул ее в слот для хранения и продолжил прогулку. Лягушка снова молила Поцелуй меня, поцелуй и я превращусь в прекрасную принцессу. Робот достал ее из хранилища, взглянул на нее и, промолчав, снова засунул ее обратно. Лягушка возмутилась. Ты что, не слышал, что я сказала? Если ты поцелуешь меня, я превращусь в прекрасную принцессу. Робот снова достал ее из хранилища и сказал Слушай, я робот. Мне не нужна женщина, но иметь говорящую жабу вот это круто. Окей, идем далее. И находим вторую бутылку. Вот она. В мире есть 10 типов людей. Те, кто понимают двоичную систему, и те, кто нет. Я надеюсь, вы догадались, в чем шутка. Два робота стоят напротив картины Пикассо. Один говорит Кажется, что-то пошло не так во время установки драйвера для принтера. Два атома гуляют по улице вместе. Первый атом говорит Слушай, кажется, я только что потерял электрон. Ты уверен? Спросил второй. Первый атом ответил Да, я на позитиве. Следующая пасхалка находится в мире А, левел 4. Хорошо, потом перепрыгиваем вот сюда. Идем, 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 такой небольшой выступ. И здесь мы находим рацию. Слушаем, что там сейчас скажут. В общем, это отсылка к Сириус Сэму 3. Судя по описанию. Я не играл в Сириус Сэму 3, поэтому не могу сказать точно. Следующая пасхалка находится здесь же, в этом же мире. Идем сюда. Потом вот сюда. А точнее вот сюда, вот здесь. Мы видим рампу и с помощью нее мы можем забраться на эту стену. Это потребует много геморроя, усилий. И на той колонне мы видим флоппи-диск. Нам только бы не запороться сейчас. И мы запоролись. Окей. Давай, берись. Взяли. Идем к терминалу. Ну-ка, юзаем. Ага. Вот столько страданий было запрыгнуть туда ради котят. Посмотрите на них. Такие такие славные. Сразу кошку себе хочется домой завести, но я буду одинок всегда. Окей. Цит, нашел ведро с краской. Почему бы не написать что-нибудь? Я это место не то, чем кажется. Следующая пасхалка находится позади загадки двигай дальше. Вот оно. Вот он. Маленький кустик на небольшом обрыве. И здесь пасхальное яичко лежит в гнезде. Продолжаем эпопею. Следующая пасхалка находится в мире А. Левел шестой. Идем. Нам нужно в загадку живое минное поле. Сюда и мы вот здесь. Если присмотреться к этим камушкам, мы видим буквы на них. Эй, О, Ви и так далее. Согласно описанию, мы здесь можем прочитать имя Раковский. Имя может отсылаться к немецкому футбольному игроку или, возможно, к революционеру из Болгарии. Это все, что написано здесь. Я сам не в курсе. Может быть, вы знаете. Далее мы идем в левел 7 мира А. Из выхода идем направо. Затем поворачиваем направо. Идем до упора и находим здесь СОС. Сигнал СОС. Я не понимаю, я же был здесь, но я никогда не замечал вот этих надписей. А теперь их невозможно не заметить, по сути, когда знаешь о них. Смотрите, это очень круто. как будто кто-то до меня, какой-то робот пытался спастись из этого острова, думая, что это реальный мир, возможно. Забавно, что он писал это так, будто бы знал о летающих самолетах, вертолетах, о существовании этих вещей. Потому что он писал так, чтобы можно было увидеть сверху. Еще одна пасхалка в этом же мире, это терминал, стоящий вот здесь. И на нем синий экран смерти изображен. Забавно, что мы уже находили с вами его, и я не знал, что это именно пасхалка является. Я думал, это часть сюжетной какой-то истории, но это просто пасхалка. Таким образом, я поздравляю себя и вас с тем, что мы полностью осмотрели, очистили и изучили мир А. Мы можем про него забыть и идти далее. Итак, перед нами мир Б. Вот это место называют Хаб в описании, то есть как бы это Хаб, мир Хаб. Будем его так и называть. Идем в мир посланников. Прямо возле входа поворачиваем налево голову и должны где-то мы найти реку. Наверное, нужно сюда. Опа! Мы занырнули. Видите? Вау! Музыка прекратилась. Как далеко можно отсюда уплыть? О! О, дикий стрём. Сложно как-то это прокомментировать. Это очень необычно. И, кстати говоря, изображение выглядит так, как будто, знаете, стерео-очки. я дел разделение на синий спектр и красный. А! По идее, можно кликать на камни. Доброе утро! Что? Доброе утро. Этот камень говорит доброе утро. А! Кстати, в этой зоне я замедляюсь, не могу идти быстро. Доброе утро! со мной здороваются камни. Почему коагулятор лучший друг роботов? Почему? Потому что на него всегда можно рассчитывать. Это не шутку друг другу рассказали. Два камня шуткуют друг с другом. Хорошо, а это голова. я не прочитал, не успел прочитать. Что? F1, 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 что? Окей, мы нашли камни, рассказывающие анекдоты друг другу. и what is the mail address of Hungarian all? Какой адрес у совы какой-то? Не знаю, какой. У, собака, у-ху. Так, кажется, они закончили своими базарами смешными, и мы можем выходить отсюда. Судя по описанию, это отсылка к сваперу. Свапер, это что такое? Это игра, это фильм? Если вы знаете, подскажите, если это игра, то, я думаю, мне следует в нее поиграть. Окей, шагаем в B1. Нам нужно попасть в дорогу смерти, мы здесь. Нужно послать кубик на ту сторону. Окей, по идее, нужно поставить его вот сюда. Сюда. Идем по стеночке. По стеночке. И мы пришли сюда. И здесь мы видим шлем. По описанию, это шлем пилота из Sirius M3. Далее направляемся в мир B2. Тут же у нас есть звезда, которую мы так не достали с вами. И я помню, вы писали в комментариях, что вот здесь вот есть камень какой-то особенный. давайте посмотрим. Камень с ключом. Собственно, вот ключ. Этот ключ, кстати, относится к одной из пасхала, которую мы сейчас с вами активируем. Нужно вот сюда. Здесь мы с гонца приземляемся на одну из колонн. Надо хоп! Ага, все, я понял. Есть, 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 есть. и мы видим здесь телескоп. Нужно активировать телескоп и смотреть, посмотреть на левую сторону луны. на луне коннектор находится. Но это еще не все. Есть кое-что еще. Выходим, идем сюда. Полет на луну. и отсюда можно запитать. Хоп! Она поворачивается. Я специально не читаю, что произойдет, потому что хочу сюрприз, что для меня был. И луна поворачивается, и этого я супер не ожидал. Она плоская. Она не полностью шарообразная. Ребят, вы знаете, что это? Это же лого из Aperture Science из портала. Офигеть! Это очень круто, но есть... О! Что это? Музыка! Это так странно. Окей, есть еще одна вещь. Секунду. Возвращаемся к телескопу и смотрим на луну. И мы видим Уитли. Я не буду спойлерить для тех, кто не играл в портал 2. К чему это? Отсылка к какому конкретному моменту. Вот. Но вы все поняли, я думаю, да, фишку? Это так круто. Следующая пасхалка находится здесь же, вот возле этой гробницы. Но чтобы ту пасхалку добыть, нужно решить головоломку со звездой. Нужно добыть звезду. А нам в принципе нужно и то, и то. Для этого вот здесь в полете на луну мы ставим коннектор и он должен летать. Это очень заморочено. Нужно забрать все коннекторы и джеммер из гробницы. Окей, нам нужно посмотреть на эти статуи в гробнице и пойти по стене влево. Как хитрожопа! Как хитрожопа! В жизни не найдешь! Очень хитро сделано. Окей, нам нужно... Где этот был джеммер? А, вот он. Нужно устроить вот эту штуку и... Ага! Ага! Вот! И... И мы вот видим для чего нам нужен был тот коннектор. Вот таким вот способом мы добыли звезду! Окей, по идее нам нужно идти сюда, перепрыгнуть через этот обрыв и... и... увидеть дырку в полу. и мы видим кровать и можно использовать заюзаем робот пытается уснуть и считает овец а это еще не все? Я ходил во сне или что? Идем в B3 Сдушися! И от входа в нее есть секретный проход. Вот он. Как это все можно найти? Вот если бы не мои подсказочки здесь жесть была бы. Окей, мы идем, мы спускаемся. Ох, как интересно коломна сделана. что это? Звезды? Голимые текстурки? Ох. Фух. Что это? А, здесь коннектор стоит. Какой-то большой на вид. Майнкрафт! Ой, прочие глюки И меня Вышвырнуло Следующая пасхалка в этом же мире И она находится где-то здесь, в углу Возможно, возле вот этих двух пальм Да И мы видим здесь Трехмерного Пакмана Блин, сколько всего спрятано в этой игре Просто поразительно Чтобы найти следующую пасхалку, мы должны пройти в мир 4Б И здесь, кстати, есть еще звезда Которую мы должны будем найти Надо кликнуть вот на эту стенку 2014, 12, 11 Доступ запрещен Нажимаем Далее нужно попасть в загадку Зверни за угол Ага, и в этой загадке, вот здесь, где мы можем обратиться за советом Тут лежит Печать Которая нам позволяет пройти сквозь тот проход Как бы опрувит Ну-ка Оп Где мы в кинотеатре? Так, пожалуйста, будьте терпеливы. The project will... Скоро начнется проекция. О, здесь сидят разработчики. Стоп, прежде чем я выйду, я должен осмотреться как следует. Здесь... О. О, бобины. Давайте запустим, что ли. Кротим энтертейнмент. И пойдемте в зал зрительный. Будем мешать всем. Знаете, как уроды некоторые в кинотеатрах любят сидеть и болтать? Какие-нибудь шутки не смешные, громко, чтобы все слышали. Давайте так мешать всем остальным специально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ КОНЕЦ Кто плачет? А, это в фильме, понятно Вон там человек лежал, пилот видимо Это сейчас Сириус Сэм? Браво, браво, великолепное кино, просто потрясающее. Вам понравилось? Было великолепно, скажите. Очень классное кино. Очень. Все? Окей, мы можем пойти к выходу, правильно? Да. Это так необычно. Следующая пасхалочка здесь есть. Она находится, опять же, заверни за угол. С этой платформы мы куда-то можем запрыгнуть. Ага, спринт-джампом. Вот сюда. И здесь? Ага, динамит. Идем к сфинксу и используем динамит на правой стороне. Вот здесь. Ага, это тоже отсылка к Сириус Сэму. Вот оно как. Понятно. Чтобы достать звезду из сфинкса, нужно замутить вот этот трюк. И как я раньше до этого не додумался. Ну, и, видимо, я просто не помнил это, что вот так можно. Не знал про это. Да, помню, мы как-то по геморройному решали это все дело. Окей, надо вылезти вот вместе с этим коннектором за пределы. Там, на пирамиде. Вот. Сейчас, 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 сейчас. Как-то мы не законнектили. Стоп, почему? Ну-ка, коннекти. Выбрать. А, вот, все. Шикарно. И где-то здесь, в груди сфинкса, должен быть... Стоп. Соединяем. Есть. А, еееее. Сейчас мы добытем с вами пасхалку в мире 5Б. Нам нужна тестовая камера олейно-жимных пластин. Точнее, не сама она. Нам нужно за нее пройти. Вот это вот здание. Насколько я понимаю. Где-то здесь, в воде, должен лежать ключ. Маленький ключик. А вот он. Он за этим зданием. Я нашел ключ. Придется совершить пару манипуляций с этим тестом, чтобы вытащить кубик. Опа. Нифига себе. Я не знал, что так можно сделать, оказывается. Я вытащил кубик совсем другим способом. Теперь, поставив кубик здесь, у нас есть доступ к телескопу. Давайте юзать, смотреть, что у нас тут есть. А, вот, 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 статуя свобода. Видите? В песке. Судя по описанию, это отсылка к планете обезьян. Еще одна пасхалка ждет нас в этом же мире 5Б. И она находится вот здесь вот. Нужно принести кубик. Вот к этим стенам. Видите? Берем, ставим куб. Вентилятор с собой тоже несем. Где-то здесь, в стенах, слышно. Да, вот, 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 вот. Что? Давайте на всякий случай кубик с собой возьмем, если можно. Так. Полетели. У-у-у-а-а-а-а-а! Ох, сразу телепортер нас кинула. И мы в какой-то пещере Вместе с кубиком, кстати говоря Это забавно И мы видим с вами Отсылку к Пинк-Флойду Давайте нажмем А, красиво, да? Слушаем, наслаждаемся Поставим сюда кубик Что еще здесь есть? Я понял Это Shine on You Crazy Diamond Только Видимо, не знаю По каким-то причинам не разрешено было Использовать именно оригинальную композицию И они сделали такой кавер Немного изменив мотив Окей Стоп, дадим, подождем Очень нравится Прям шикарно Почему мне разрешили использовать композицию В этой игре? О, мы ее до сих пор слышим Блин, она так круто завписывается Если кто-то не слышал Пинк-Флойд Обязательно послушайте Вам понравится Окей, она заканчивается Великолепно Идем дальше Нас ожидает пасхалка в мире 6Б Придется выполнять акропатические этюды Запрыгивать вот сюда Опа Надеюсь, у меня получится нормально И мы здесь Опять же Идет смачная отсылка к Sirius Sam Ну, разумеется, это игра Это их игра Которая популярными их сделала Которая помогла им заработать Чтобы создавать вот подобные игры, как Талос Приставка Это какой-то старенький джойстик Ух ты Загрузить контроллер Наверное, надо нажать на него Нет, наверное, нельзя нажать Элиот Как мне нажать на что-нибудь Также мы видим кучу пушек всяких Трофеи Я думаю, можно выходить Целых три пасхалки ожидает нас в мире 7Б Давайте всех посмотрим Позади испытания Прыскок Мы можем найти Песчаную дюну На которой будет А, вот На которой мы увидим скелет Это скелет монстра Из Из Sirius Sam Вот, видите, рога Вот такая вот небольшая пасхалочка Благо, ее не так сложно найти Как некоторые Следующую пасхалку тоже легко будет найти Мы смотрим на пальму Налево Видим обелиск И рядом с ним пальмовое дерево И, опять же, я не читаю, что произойдет Мы просто идем туда и смотрим Мы видим Пальму Вау! Табличку Которая сказана Не смотреть наверх Надо сразу читать записки А не Делать что-то, что в голову взбредет Окей, на нас Нами пошутили На нас упал кокос Двигаемся к следующей пасхалке Слева от загадки Куча помех Мы должны найти Что-то 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 О! Мы должны найти ломик Ломик Гордона Фримена Какая честь Я держу его Это Это Мы можем это использовать Идем вот сюда И видим звездочку наверху Звездочка наверху Оказывается, здесь звездочка есть Которая мы не взяли О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Ну-ка Обалдеть Ну-ка Еще одна огромная пирамида Какими безумными амбициями нужно было обладать, чтобы построить такое? Это просто большая груда камней Окей, давайте сначала разберемся с пасхалкой, а потом займемся этой звездочкой Вот, нам нужно к этой статуе, по идее Да Ну-ка, ломать Ломать, крушить Я просто думаю, что... Ага, 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 ага Ну-ка, это музей с отсылками к разным играм Сириус Сэм Портал Куб Компаньон Обычный куб Майнкрафт Это что такое? А! Кот! Где? Можем сломать Котик, 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 котик Это он был в коробке из-под Сириус Сэма Окей Вот на этом пасхалка и заканчивается Я точно прочитал, что этот котик является дополнительным сюрпризом И он появится в концовке У меня есть идея Видите, вот это вот место? Вот! Ну, конечно Для этого здесь эта мина и стоит Вот такая вот неподвижная Чтобы вытащить один из кубиков Сейчас мы звезду достанем Хоп! Кстати, мы даже можем два кубика вытащить Я не знаю, нужен ли вот этот кубик там наверху Но я мог его забрать И поэтому я это сделал Окей, сразу взял звезду Нет, этот куб здесь не нужен Но я его просто здесь оставлю Типа, мол Я здесь был На этом мы закончили с миром Б Теперь идем в мир Си Первую партию пасхалок мы получим в мире Си-1 Идем к этому пьедесталу, который мы находили в прошлый раз Суть в том, что мы должны сюда статую собрать Вот здесь, на этом пьедестале Собрать ее по частям Вот мы нашли руку О! А вот нога Так, давайте Положить Вот так ногу поставить Они спрятаны везде в камнях Это будет достаточно трудно, мне кажется Потому что они, видите, статуя каменная Сливается с камнями Лежит в камнях Уродство Ну вот мы собрали статую Вау! О! Красиво, красиво Показать, насколько это было геморройно, а? Еще одна подсказка Это комната Элохима, в которой мы уже были Это не просто комната Элохима Это комната безумия Элохима Предназначение Описано в скрытых словах Все должно служить словам Ибо весь мир создан Из слов Они в каждом камне И в каждом облаке А мощь их воплощена в моих сигилах Слова это процесс Процесс нельзя завершить Цель окончания процесса Цель не должна быть достигнута Элохим должен Сохранить цель Сохранить себя Сохранить предназначение Иллюзия это вечность Машины будут жить вечно Платина не прорвется Потопа не будет Принцип Талоса Неприменим Предназначение Описано в скрытых Я специально проиграл это все Для того, чтобы те, кто не видел этого Посмотрели на это Но здесь есть еще одна пасхалочка Она находится вот в этом замке В загадке, которая называется Неоднократный подъем Чтобы добраться до нее Мы вытаскиваем все кубы Расположенные за энергетическими полями И поднимаем их наверх К третьему кубику Далее мы поднимаемся на эту крышу Вместе с двумя кубиками И вот таким вот хитрым способом Мы добрались до надписи Где написано Are you enjoying the time of EL? Вы наслаждаетесь Временем, проведенным в EL? Судя по описанию Это отсылка к аниме Time of Eve Что переводится как Время Евы Дословно, если переводить Со словом Ева Замененным на слово Е-Л Вот так вот Я не смотрел это аниме Не знаю, крутое оно или нет Если что, посоветуйте И может я посмотрю Если оно клевое Ну, если потому, что это разработчики Сюда впихнули Видимо, очень хорошее Еще одна партия пасхалок ждет нас в мире Си-2 Первая пасхалка этого мира Расположена в загадке Рапунцель Для того, чтобы увидеть эту пасхалку Нужно принести вот сюда наверх Кубик И платформу Затем Справа От лестницы Увидеть ключ на Гаргуле Вот он А теперь продолжаем делать трюки И вот здесь стоит еще один телескоп У нас много телескопов уже было за игру Давайте смотреть на Эту скалу большую Что-то мы должны увидеть на ней А, вот Мы снова видим Гнара Это статуя, видимо, Гнара Опять же, отсылка к Сириус Сэму Видимо, этот персонаж Гнар очень значимый в игре Видимо, распространенный монстр Я просто не знаю ничего Может быть, это главный босс Я... Я без понятия Еще одну пасхалку мы здесь уже видели с вами Но я покажу ее тем, кто, может быть, не смотрел этот выпуск Вот Замок А вот дверь Хоп И мы видим толстяка Которого зовут Форк Паркер Он очень богат Сказочно богат По описанию Форк Паркер Это вымышленный финансовый директор Деволвер Диджитал Рекордное количество пасхалок Ожидает нас в мире С3 Первая пасхалка ожидает нас в Заверте Испытание под названием Заверть Мы должны подойти вот сюда И мы косвенно напарывались на эту пасхалку Но я не увидел ее полностью И сейчас я хочу это исправить Где-то здесь мы должны увидеть руку Вот! Вот! Гнар! Гендаль в Гнар Отсылка к Вастерину Голец одновременно с Сириус Сэмом Еще одна пасхалка нас ожидает здесь же, в этом же испытании В области, где расположен Джеймер Мы можем найти высохшее дерево Вот здесь вот И мы можем сюда спуститься А-а-а! Вот! Встали И здесь будет секретный проход А, и мы снова видим Сириус Сэма Боже! Вау! По описанию, это серию Сэм, замерзшей в Карбоните. Отсылка к Звездным Войнам. Не очень хорошо знаком я со Звездными Войнами, чтобы вспомнить момент и поностальгировать, не знаю. В общем, и потом мы вот так вот возвращаемся. Но прежде чем мы начнем искать пасхалки, дальше у нас здесь есть квест. Вот в этом месте располагается звездочка, которую мы так и не взяли. Вот она. Давайте думать. Окей, мне пришлось использовать парочку подсказок, потому что это настолько геморройная звездочка. Она не геморройная, хотя звездочки с часами, но все же тут надо решить практически все загадки. Все загадки в левеле, чтобы открыть звездочку. То есть там они все взаимосвязаны. Окей, мы делаем пару хитростей. Так, законнектили. Есть. И вот так вот мы открываем это место. Что здесь? Ага, понял. Там еще одна коробочка. И я знаю, для чего она нужна. И наконец-то, дорогая моя, ты здесь у меня в руках. Фух. Оно есть. Оно есть у нас. Я помню еще в комментариях вы писали давно, что в этом левеле есть джетпак. Сейчас мы его достанем. Находится он вот здесь, вот, большая лестница, маленькая лестница. Нам нужно держать свой путь вот за эту коробочку, вот за эту ступенечку, вот сюда вниз. Видите, большое дерево. Нам нужно к его основанию прийти. Вот мы добрались до основания дерева и видим проход. Я читал, что врата закрыты, если вы не решили все загадки в этом мире и не взяли звездочку. И только тогда они открываются. Давайте пройдем внутрь. Мы видим портал впереди. А, и, собственно, где ворота-то сами по себе? Видимо, вот здесь, да. Вот они открыты. Окей, давайте вниз. Уи! Тут немножко водички. Так еще, как будто я в какой-то дум попал. А вот и джетпак. Я взял джетпак. Теперь нам надо вылезти отсюда. Разумеется, это с помощью... Е-хо! Было здорово. Ой, включил. Стоп. Не туда, не туда лечу, не туда лечу. А, круто. В загадке джеммера на карантине нам нужно использовать джетпак, чтобы добыть следующую пасхалку. Идем вот сюда. И встречаем еще одного снеговика. Так их, оказывается, здесь несколько. Вот он стоит. Но это особенный снеговик. Здесь надо поднять вот эту вот пуговку. И вставить. Субтитры создавал DimaTorzok И это была рождественская музыка из Sirius Sam. И последняя пасхалка добывается тоже с помощью джетпака. И нам нужно использовать его, чтобы добраться до локации под мостом. Вот он, секретный проход. И он охраняется турелями. Фух, очень геморройно, очень геморройно. В общем, нужно принести в эту локацию три джеммера. Один коннектор, одну коробочку и один вентилятор. Вот таким вот образом соединяем. Ох, как хитро, как хитро. Пропеллер заработал. Далее кладем сюда губик. Все, он нажал кнопку. Мы можем проходить. И что это? Ледяная пещера. О, как красиво выглядит. Опять гнар. Да что такое? Одни гнары здесь. И он замерз. Я вспомнил мультик, как называется, «Ледниковый период», самая первая часть. Где наши герои были в ледяной пещере. Ну что ж, моя миссия выполнена здесь. Город спасен и может спать спокойно. А мне пора. Какие тайны нам откроет мир С4? Кроме взрыва. И здесь у нас фотоколлаж Кротима, Который мы уже с вами видели. Но опять же, для тех, кто пропустил выпуски, я показываю эту пасхалку. Смотрите. Это фотки разработчиков этой игры, Кротим. Которые вывешены, как белье на балкончике. Сейчас я покажу все. Это журналы. Это они опять же вместе. Вместе. Какие-то рисунки, схемы. И вот сам робот из Сталоса. Таблички различные. Лего. И так далее. Но самое интересное вот что. В этом моменте я узнал, что все трюки, которые я выполняю, все взламывания игры, которые я здесь делаю, предусмотрены разработчиками с самого начала. И причем, пока ты играешь, вот в начале игры сложнее всего выполнять трюки, потому что там практически этого негде сделать. Но под конец игры ты начинаешь думать, что ты такой прям офигенный игрок и все ломаешь. Но на самом деле они только дают тебе больше возможности под конец игры сделать различные трюки. И вот у нас есть такие таблички. Чтобы выбраться из этого места, нужно позже пойти хардкорным путем или более казуальным путем. А в мире С5 нет пасхалок. Но зато есть звездочка, которую мы не взяли. Мы должны это исправить. Вот как мы попадаем туда, к звезде. Вот как. Все просто, блин. И оно тут. Оно меня ждет. Ах, как хорошо. Есть. В мире С6 есть тоже еще один сюрприз для нас. Забегаем в этот пазл. Попадаем в место, где был расположен сигил. И сразу поворачиваем голову налево. И видим эти кустики. На самом деле они закрывают секретный... Секретный проход к... Майнкрафтскому мечу в камне. Который нужно взять. Вот такой... Это так круто. Значит, выходим отсюда. Нам нужно идти к порталу. И нам нужно вот эти вот кустики разрезать с помощью нашего меча. Берем в руки смартфоны. И сканируем этот код. Получаем фразу... Это фраза на хорватском. Которая переводится как... Ты не здесь. Что является главным слоганом игры Anti-Chamber. Помните эту игру? В мире Си-7 я покажу вам пасхалку, которую я уже лично видел. Прыгаем сюда. И возвращаемся к снеговику. Но! Я открываю его для себя немного по-другому. Потому что я кое-что не заметил в прошлый раз, когда мы напарывались на него. Снеговик также потерял свою пуговицу. Давайте. И мы снова слышим музыку из Сирио Сэма. Рождественская мелодия Сирио Сэм. Подойди, дитя мое. Вечность ждет. Нет. 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 Я не пойду. Мы с миром Си еще не закончили. У нас есть вот это место. Хрязь. Это мир посланников. В этом мире пасхалок не будет. И мы должны будем просто решить все загадки здесь. Ого. Так, значит у нас будет коннектор в руках, который мы законнектим. Где? Вон аж где. О, смотрите. Я смотрю на эту инертную форму, и мне интересно, кем ты станешь. Будут ли у тебя те же ценности, что и у нас? Будешь ли ты любить нас за то, что мы тебя сотворили? Будешь ли сердиться на нас за то, что мы привели тебя в изменчивый и опасный мир? Вспоминай нашу историю, полную и достижений, и преступлений, что ты скажешь о нас. Будет ли мир, созданный тобой, похож на наш? Или станет совершенно другим, таким, что нам и не представить? Так или иначе, я надеюсь, что тебе эта маленькая голубая планета покажется такой же прекрасной, как и нам. Я надеюсь, ты будешь о ней заботиться намного лучше, чем мы. И я надеюсь, однажды ты посмотришь вверх и потянешься к звездам. Блин, Дрен, он говорит так сладко, да? Так прекрасно. Да, так и не все загадки решаются симметрией. Я это неправильно понял. Окей, мы открыли голубой луч. Это хорошо. Давайте-ка попробуем решить эту загадочку. Получилось нормально. Итак, у нас два коннектора. Луч синий и луч красный мы еще, да. Еще надо луч красный открыть. Красный. О боже мой. Решили, решили. Это было геморно, но все-таки решил. Повезло. Давайте попробуем. Смотрите, я вижу вдалеке остров. Маленький островок с рукой торчащий. Напоминает статую, которую мы собирали. А, это не рука. Это просто статуя. Там звездочка. Ох, как это я запалил. Как это я запалил. Как нам ее взять? Ну-ка. Это кто? Двое влюбленных, разделенные бездной времени и пространством. Но настоящая любовь не знает преград. Юрия. Уриель. Пишут тут записочки. Сам себе, видимо. Ну-ка. Какие места здесь интересные есть? Я, наверное, пожалею, да, что сюда пришел. Потому что... Сейчас аннулирую все свои решения. Это потом заново идет... Вот среди всех миров посланников этот самый прекрасный, по-моему, вот. Смотрите, вот этот. Очень красивый выглядит. Ну что, скречивать лучи не будем? Нет, не будем. Давайте сюда поставим. Нет, нет, нет. Есть? Есть. Ага. А вот и гробница посланника. Готово. Давай, поднимайся. Поднимайся. Ну и кто это? Как его звать? Ба... Барахьел. Икс. Правильно я читаю его имя? Я не знаю. Хорошо. А, он что-то напишет. Да, 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 да. Что-то должен написать. Добро пожаловать, дитя мое. Я один из тех, кто решил остаться в этом мире в качестве посланника скрытых слов. Если ты когда-нибудь будешь в беде, отыщи нас и взывай о помощи. Мы сделаем, что сможем. Да, 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 да. Он ту же самую фразу толкает, что и предыдущие посланники. Че я думаю? Это звезда. Эта звезда должна быть взята каким-то образом. Взята точнее. Ах, ну да, двое влюбленных. Он и она. Вот в чем фишка. Это подсказка. И нам нужно как-то соединить его с ней. Коннектором, ну конечно же. Коннекторы надо принести. И просто направить на них. Я уверен, это сработает. Ну давай, пожалуйста. Я умный? А? Я правильно все понимаю? Я супер умный? Нет. Я супер идиот. Смотрите. Настоящая любовь не знает преград. А что если ты тупо идешь и не падаешь? А вдруг? Вот тропинка. Я не знаю. Рискнем? Я только хотел обрадоваться. Я грамотно сделал. Но почему? Почему он упал? Я же шел. Видимо потому что я остановился. В общем, давайте заранее порадуемся. Я нашел путь. Я нашел способ. Это потому что внимательно читал подсказки. Вот так вот, дети. Внимательно читайте подсказки и все у вас получится. Бегом. С закрытыми глазами. Фух. Класс. Сколько нам еще осталось для него собрать? Еще одну нужно найти. А она как раз в башне находится. Ну что ж тогда в башне. Но прежде есть пасхалочка прямо вот тут. В этой области. Нам нужно идти к миру. А? К лифту. Нужно будет сейчас совершить массу сложнейших трюков акробатических. Поэтому наблюдайте. Опа. И мы здесь. Это оказалось не так сложно, как я думал. И мы здесь видим. Уоки-токи. Опять же отсылка к Сирио Сэм. Это уже вторая рация за игру. Бежим в башню. Поднимаемся на третий этаж. И идем вот в эту зону. Между тестом и лифтовой шахтой. Надо аккуратненько спрыгнуть вот сюда. Чуть не соскочили. По идее нам нужно спрыгнуть вот сюда. Это потребует некоторых скиллов. Которых у меня предостаточно. И давайте с разгона. Вот так. Во. Надо было этот выступ использовать. Шикарно. Теперь мы должны обойти аккуратненько. И увидеть смайлик красный. Судя по описанию, это отсылка к красному Джону из сериала Менталист. Окей. Но мы здесь еще кое-что должны сделать. Вот эту звездочку забрать. И это последняя звезда будет. И тогда мы сможем попасть в мир звезд. Ребята, ребята. Я понял кое-что очень клевое. Помните вот эту звездочку, которая находится вон тут? Я все думал, как же ее достать? И пока я не записывал, я сейчас поковырялся. Полазил по башенке. Я просто смотрел, куда можно встать, куда можно запрыгнуть. И кое-что обнаружил. Сейчас я покажу. Едем на пятый этаж. К тем выступам, помните, на стене, где еще голуби сидели. Мы еще тут с вами игрались. Прыгали вниз, улетали туда за пределы карты. И много всякого забавного мутили. Вот голуби, кстати. Я вот не знаю, кстати, голубь является пасхалкой или нет. Но возможно. Возможно является. В чем суть? Пока я лазил по башне, я, естественно, много раз падал. И падая, я пролетал мимо вот... Видите этот выступ? Вот этот вот. Это третий этаж. И вот здесь что-то темненькое было. Я такой, лечу. А здесь окно. А здесь опа. И звезда. Вот как мы добываем эту звездочку. Это последняя звезда в игре. Но я кое-что еще интересное нашел. Опять же, чисто случайно я лазил, просто паркурил по этой башне. Сейчас я покажу. Во-первых, дайте... Те, кто не видел голубей, рассмотрите их как следует. Вот они, вот такие вот. Они улетают. Когда я подхожу к ним близко. Значит, мы идем сюда же. Но на этот раз мы целимся вот сюда. И это будет достаточно сложно. Хоп. Так, все. Самая основная проблема это... Запрыгнуть, опять же, на третий этаж. На крышу третьего этажа. Не скатившись за пределы. Вот туда. Потому что из-за снега, я не знаю из-за чего. Из-за скользкой крыши. Меня почему-то выкидывает всегда. Тут очень тонкая фигня. Надо вот сюда, наверное, подойти. У меня в прошлый раз отсюда получилось как-то лучше. Надо, в общем, супер-мега осторожненько... Все, нет, это я... Это не то. Да, видите, меня скидывает. И причем, ты как-то целенаправленно летишь вбок. То ли игра тебя так выкидывает специально. Но это возможно сделать. Вот, стоп, вот. Есть шанс, есть шанс, что мы... Что мы... Нет, нас выкинет, наверное. Нет! Все, отлично, мы здесь. Идем сюда. Видим здесь вот крыша, видите, снежная. Нам нужно на нее попасть. Хопа! Есть. Надо быть очень осторожным. Далее. Я вижу вот это место. Я такой... Раз. И вот сюда. И потом думаю, а что вот здесь? И здесь мы видим, посмотрите, QR-код, написанный как-то небрежно. Тут много белой краски. И он вот так вот не считается. Мы берем нашу программу, Barcode Scanner и сканируем. И мы видим с вами вот этот глючный текст, где можно прочитать. Я упал вот сюда. И эта местность выглядит очень глючной. Также идут много символов. И потом мы видим секрет слэш пасхалка здесь. Дальше мы можем прочитать Angel Gil. То есть я нашел пасхалку совершенно случайно. Вот таким вот образом. Пытаемся добыть следующую пасхалку. Давайте опять же упадем сюда. И будем надеяться, что нас не скинет. Тихо, тихо, тихо. Надо очень аккуратно, иначе тебя ускорят не в ту сторону. Есть шанс, что мы упадем и не улетим. Не улетели. Окей. Далее, как я понял, нужно снова идти вот сюда. Не падать. Отлично. Отлично. И теперь идти сюда. Я как раз хотел сам сюда пойти, но не было у меня возможности такой. Что здесь есть? Здесь мы видим крышу второго этажа. Аккуратненько летим. Только бы нас не скинуло. Думаю, не скинет. Хорошо, мы здесь. Вот. Вот он. И мы видим плакат Сириус Сэма. В Париже. Вот рядом Эфелева башня. С ружьем. Видим какие-то корабли космические. Новая игра от Core Team. И возвращение Сириус Сэма. Семь. Сын. Энкаунтер. Энкаунтер. То что, столкновение? Еще одна пасхалка ожидает нас в самом верху башни. Вернись. Я приказываю тебе. Но вместо того, чтобы идти сюда и решать эту загадку, мы пойдем вот сюда. Я еще обратил на это место внимание, когда проходил игру. Нам нужно спрыгнуть сюда. И вот она пасхалочка. Пайплайн. Одно целое. Ноль четыре восемь. Пять девять шесть. И так далее. Согласно писанию, это отсылка к аниме. Стейнс. Следы означает. Не смотрел. Окей, по идее, вроде как с пасхалками мы все. Но кое-что мы оставили неразрешенным. И давайте прыгаем. Красиво, да? Прикольно так лететь. У нас есть десять звездочек. Этого как раз хватит, чтобы открыть последний мир звезд в мире Си. Вот. Давайте решим эту загадку. Получилось. Идем. Вау. Смотрите, какой он красивый. Такой странный, серый немного. Давайте почитаем. Человеческий глаз. Что такое глаз человека, если не машина для маленького существа, сидящего в его мозгу, дающая возможность наблюдать? Архив такой-то. Батлер Сэмуэл. Глаз человека или эта большая видящая машина открыли нам существование миров за пределами миров в бесконечности? Что познакомило человека с лунной поверхностью, пятнами на солнце или географией планет? Он во власти этой видящей машины и бессилен до тех пор, пока не примет ее как часть своей идентичности и сделает ее частью себя. Необычные соображения по поводу глаза. Одним из самых увлекательных аспектов недавно открытых трудов святого Эдвальда является его поглощенность поиском божественной истины в математических понятиях, которая порой граничит с пантеизмом. Он может показаться особенно детально изучал, как мы теперь называем тетрамина, видя в них отражение тетрограмматон и греческого слова, обозначающего бога. Теос. Их способность образовывать другие фигуры из самих себя была для него символом способности создателя менять мир, не нарушая законы, которые он сам установил. Эдвальд им именовал тетрамина сигила, сигилы, подразумевая, что они были более верной версией магических символов, которым поклонялись язычники и которые уходили корнями как к традициям Авраама, так и к тщательному созиданию творения. Маловероятно, что эти тексты когда-либо распространяли, поскольку они бы наверняка привели к обвинению в ереси. Вот, нам немножечко намекнули, почему сигилы у нас в виде тетрисов. Я смотрела со смесью жалости и ужаса на этих существ, обучаемых, чтобы быть проданными и убивать или быть убитыми, и начала размышлять о своем старом мнении, что сохранение вида, а не отдельных его представителей, является замыслом бога в природе. Растениям наносятся вред, рыбы откладывают свою икру там, где ее съедят, и большая часть человечества рождается просто, чтобы быть преждевременно уничтоженной. Так, Уолл Стоун Крафт Мэри. Разве эта трата начинающейся жизни многозначительно не утверждает, что это не люди, а человек, чье сохранение столь необходимо для завершения великого плана вселенной? Дети рождаются, существуют, страдают и умирают. Людей, как играющих около свечи мотыльков, проглатывает пламя. Война и тысячи ударов у дел живых массово косят их. В то время как более жестокие предрассудки парализованного существования общества представляют не менее уверенный, но хотя бы более медленный распад. Ого, три звездочки. Стоп. Это же здесь, нет? Сейчас мы посмотрим, табличка такая должна быть где-то здесь. Вот она. Стоп. Пять. Хм. Где-то здесь такая же, только... С тремя звездочками, без пяти. И что это значит? Ну что ж, давайте решать. Давайте решать загадку. Ух ты, кто здесь был? Уриэл. Юриэл. Моя вера привела меня в это тайное место. Здесь я надеюсь отыскать способ, как лучше служить другим. А я здесь отыщу возможность попасть на шестой этаж. Я знаю, это возможно. Значит, мы делаем так и так. Отсюда. Ах ты, дронь. Мы будем скрещивать лучи, получается. Я не хочу этого делать. Ладно, пока не будем. Стоп. А, у нас нет выбора. Это, это челлендж. Самый настоящий. Ладно. Давайте-ка. Пока что вот так сделаем. А, стоп, все нормально. У меня получилось. Хорошо, идем далее. Виден коннектор. И второй коннектор тоже, видим. А-а-а. Окей. Где-то должен быть подвох. Пока просто. Что это? А-а-а. 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 Ладно, я полезу сейчас сюда. Где-где лестница? Вот она. Надо, наверное, использовать вот это. Здесь сразу три коннектора. А, и нам нужно не скрещивать лучи. Я, пожалуй, вот так вот сделаю. Я думаю, это ключ. Как-то так. Нет? Круто. Тут целая куча коннекторов. Куда далее? Пихать его. А, можно просто зайти вот сюда. Окей, давайте так сделаем. Воу. Но-но-но. Хорошо. Сначала давайте тогда сюда залезем. Блин, там еще куча всякого. Ага. Давайте тогда что ли, что ли. Я даже не могу сейчас представить, для чего это все нужно. Окей. Так. Так. И вот так. А этот, наверное, вот так поставим и соединим. Я думаю... Это правильно. Надеюсь, по крайней мере. А, стоп. Вот так вот. Да. Такая замороченная загадка. Ну, тут... Вроде бы просто, но ходить надо много. Сюда полезли. Здесь коннектор. Еще один. Ага. Я понял. Надо расположить. Всех как-то... Так. 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 Получится ли у меня? Ну, конечно. Есть. Серенькая. А это для чего? Ну-ка. Полетели. Это не просто так. Это... О-о-о. Зачем так высоко? Смотрите, еще замок вдалеке. И еще один. Я даже не могу представить, для чего это я здесь нужен. Хорошо, я могу на стену вот так вот попасть. А, нет. Окей, я не знаю. Сложно представить. Давайте полетели отсюда. Я думаю, мы потом напоримся на этот момент. Валим сюда. Недосягаемый сад. И смотрим быстренько, что у нас здесь есть. А, записывающее устройство плюс платформа и коннектор. Здесь нет ничего. Здесь ничего. Вот как. Так. Наверное, мне здесь нужно будет просто побегать сейчас. Вот этим чувачком. О-хо-хо. Нет, я неправильно сделал изначально. Кыш. Я должен, наверное, как-то вот так поставить. Вот. Теперь можно писать. 5, 6, 7. До 10 секунд, я думаю, можно подождать. А, ладно, хватит. Раз. Правильно? О-о-о-о. Нет, неправильно. Есть. Вот, вот, вот. Вот так получится все. Окей, пошли дальше. Вот мы видим сигил, где расположен. А че это я здесь делаю? Нет, я не понял. Секунду. Патем коннектор. Коннектим, 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 коннектим. Вот. Таким образом, мы достали кубик. И сохраним себе... Да, мы сохраним себе луч. Очень здорово. Ща попробую очи замутить. Стою такой. Стою. Иду сюда. Прыгаю, 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 прыгаю. Бросаю. Ща хочу понять, смогу ли я теоретически что-то замутить. Так, ну я могу запрыгнуть, тут точно. Отсюда. Хватит ли мне... О-о-о, по идее, я могу поставить сюда, и будет такая вот мега штука. Давайте попробуем. Да блин, все. Хап. Стоп, надо сразу соединить. Запрыгиваем. Хопа. А, можно и так было сделать. Идава вот сюда. Пожалуйста. Пегом, бегом, 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 бегом. Есть! Есть! Давайте найдем последнюю загадку и найдем последний сигил. Это, это просто офигенно. Ой, я упал. Это шокеры, да? Шокеры здесь одни сплошные. А, вон сигил у нас расположен. Яшненько. Мне кажется, будет что-то сложненькое. Как-никак, это последняя загадка. Ну, почти последняя. Нам еще шестой этаж предстоит. Я не понял. А, вот же у нас стоят. Ага, лучи направлены. Но я уже знаю, как это использовать. Я уже понял, в принципе, систему. Так. И вот так вот. Я уже проходил это. Все, он не сможет ничего сделать. Почему заново? Не понял. Не должно быть такого? Стоп. А, ладно, хорошо. Будет, по-твоему. Вот, наверное, притык нужно поставить. И вот так. Вот, тогда будет лучше. Ах, ты сволочь. Нет, стоп. Надо еще. Лучше не должен прерываться. Так. Идет? Все. Ладно, все равно успею. Да, сволочь. Ну-ка. Давай, давай, давай. Трюки, трюки, трюки. Нет. Не получается. Сволочунга. Окей, это есть. Это мы достали. Чтоб не орало. Ага, это будет просто открыть. Ау. Ау. Всего один коннектор понадобится. А-а. Нет, может быть проблема, кстати говоря. Быстрее. Не успел. Ладно. Все-таки второй надо будет юзать. Хорошо. Нет? Плохо поставил? Плохо. Ну да, я знаю там, что открылось. Но ничего. Во, вот так вот. Да что ты будешь делать? Оп. Выходим. А все, перестало? А, ну все. Вот. Теперь мы правильно расположили. Теперь же. Теперь же проблема вот какая. Нет, стоп. Надо сделать вот такую вот системку. Ага. А этот сюда. Мне удалось стабилизировать систему. Посмотрите. Расставил так. Прямо как паутина. Как называется. Тест. Ой, я что это запорол? Кто запорол? Я запорол. Наверное, я запорол. Должно работать все. Я же проверил. Вроде как. И здесь последнее. И последняя проблема это вот шокер, который будет мешать. Надеюсь, я успею это сделать быстренько. Хоп. Как-то так. Давай, 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 давай. Есть. Выходим. А, все. У-е-е. Шестой этаж есть. Народ, тут есть небольшая проблема. Вот мир звезд Си. Помните, да? И здесь я обнаружил этот вентилятор, который меня доставляет вот сюда, в это место. Я не могу понять, для чего оно. И в интернете я не могу найти информацию об этом месте. Дело в том, что я искал всякие видео на YouTube и прочие гайды по поводу мира Си-звезд. И на видео ни у кого, кто записывал прохождение, нету этого места. Его вообще в игре нету. То есть ни пропеллеров, ни вот этого вот участка, его нет. Понимаете? И я начал искать информацию обновленную, но ее тоже нет. Я не могу ничего найти. И я просто помню, игра много раз обновлялась. И были довольно-таки большие пакеты обновлений, там по гигабайту примерно весили. И это место появилось вдруг. Оно не может быть просто так. Это то ли новую ачивку сюда какую-то добавили, то ли еще что-то. Но оно здесь явно для чего-то нужно. Но я ищу, ищу, ищу. Уже очень долгое время ищу, но я не могу понять до сих пор, для чего оно нужно. Я сейчас замочу небольшой трюк. Требует это недюжинных скиллов. Вот, вот, я здесь. Отлично. Окей. Если идти сюда... Сейчас, главное бы не упасть только. Так. Черт. Надо сейчас зацепиться за это место. Вот. Видите? Я сейчас подойду сюда. Активируется триггер. И меня хотят убрать оттуда. В общем, туда нельзя идти. Но можно ходить вот здесь. Я не знаю. Давайте побродим, поймем, для чего это... Для чего это все придумано. Смотрите, отсюда можно легко спуститься. Ну-ка, осторожненько. Давайте походим по кругу. Ой. Тихо. По стеночке. Смотрите, здесь я нашел очень интересную баговую стенку. Смотрите, видите, как она выглядит? Хоп, она исчезла. Появилась. А, вот здесь она с другой стороны. Но между ней пустота, а между этими двумя стенками. Так, хорошо, идем дальше. Оп. Все, меня выкинуло. Сдается, мне туда не нужно идти. Там уже конец левела. И ничего нет. Зацените, ребят. Я нашел способ кубик достать сюда. О, это интересно уже. Я понял. Скорее всего, нужно доставить кубик сюда. Правильно? Окей, это очень интересно. Давайте попробуем пока оставить его здесь. И вспомним, есть ли здесь деактиватор где-то. Тут, по-моему, был джеммер. А вот и он. Добрый день. Ну-ка, как мне его отсюда забрать? Надо постараться обеспечить себе проход свободный по всем зонам. Значит, надо поставить будет коннектор. Вот тут, вот наверху. Сюда, сюда. Ага. Оки-доки. Оки-доки. Хоп. Почему? Сволочь. Ага. Еще один коннектор вытащил. К сожалению, я так и не понял, что здесь делать. Даже если я вытащу каким-то образом джеммер и поставлю его на тот вентилятор, подниму вверх коннектор, все равно непонятно, куда его в итоге потом пихать, с чем его соединять. Потому что я здесь все решил. Я даже походил вроде как везде. И нету, нету ничего. Нет никаких подсказок, никаких домыслов у меня нет. Как это вообще можно применить где-либо? Если вы знаете, если у вас есть инфа, пишите в комментариях, окей? Настало время пробраться на шестой этаж. Я знаю, как это сделать. Чтобы попасть на шестой этаж, нужен код доступа, как и ко всем этажам. И код доступа записан здесь, на этих табличках. В каждом из миров звезд. Я в данном моменте нахожусь в мире звезд А. И вот первая цифра. 8. В мире С было 5. Значит, последняя цифра 5. Теперь мы идем в мир Б. В мир звезд Б. И здесь у нас указано 5. Получается пароль 855. Чтобы попасть на шестой этаж, чтобы открыть доступ к нему, нам нужно подойти к любому терминалу в башне. У нас вот есть на первом этаже, к нему быстрее всего можно пройти. Вот отсюда. Открываем девайс-менеджер и, как всегда, запрашиваем доступ к этажам. Где у нас это управление доступом к этажам? 5-6. Требуется код 6. И мы вспоминаем 855. Вводим. Код принят. Разблокирование. Закрываем приложение. И предвкушаем. Абсолютно не могу представить, что меня там ждет. Скорее всего, это будут какие-то загадки. Парочку, троечку. Окей. Поехали на шестой этаж, который внизу расположен. Вот это необычно. Вот это очень... Это супер неожиданно. Офигеть. Мое возлюбленное дитя. Немногие были так преданы моей цели. И еще меньше было тех, кто познал столько тайн моего сада. Потому ты можешь подняться, чтобы стать подле меня и стать моим благоверным посланником на вечные времена. Но знай, принеся эту жертву, ты уже не сможешь ее забрать. Так поступили Юриэл, да, и прочие его посланники. Нам нужно решить эту загадку. Решили. Сейчас я посмотрю. Быстренько, быстренько, быстренько. Чтобы ничего не пропустить. Опа. Настало время выбрать тебе эпитафию. Так как тело твое будет погребено. Хотя сам ты не умрешь. Я сам себе выберу эпитафию. О, смотрите, это ж... Это ж... Я был здесь. Ладно, захожу. Использовать. Это будет твоим последним пристанищем. Выбери, как тебя запомнят те, кто идет по твоим стопам. Ох, как много. Давайте думать. Цель жизни заключается в служении будущим поколениям. Клянусь, я не буду таким непонятным, как те остальные. Не уверен, что это была хорошая идея. Но вот так. Отпусти свое я, и постигнешь вечность. Эпитафия? Что? Подождите-ка секундочку. Каждый без исключения сигил на кося выкусит. Окей. Несовершаемую ошибку. Оказывается, эпитафия означает, что ты умер. Я искал эту землю, чтобы служить во славу Элохима. Это моя справедливая награда. Помни, все лишь предпосылка в грандиозном соотношении. Я верю в Творца. Я буду вечным хранителем этого мира. Зал славы мой. Подавитесь. Ага. Пустая трата времени это все. Да. Жалко нельзя написать что-то свое, вот прям, чтобы тебе дали клавиатуру, и ты такой взял и написал что-то. Но, в принципе, я думаю, не важно, что я выберу. Здесь, по большей части, прикольные такие фразочки с угаром. Поэтому я выберу... Зал славы мой, подавитесь. И все. Сказано, что нет высшего проявления любви, чем отдать свою жизнь за другого. Но твоя жертва еще величественнее. Ну, разумеется. Ибо вместо вечного покоя ты выбрал служение всем будущим поколениям. Они будут стремиться к величию, и ты станешь их проводником. Ибо ты больше не дитя. Ты мой посланник. Ай, мой аватар в стиме тоже есть. Ай, мой аватар. Ну что ж, это была концовка третья, которая называется посланник. Давайте получим концовку номер два. Поднимемся на башню, на самый верх, и выйдем из симуляции. Вот, только тут будет небольшой бонус. Помните котенка, которого мы освободили в одной из пасхалок? Но мы будем подниматься на башню самостоятельно, без помощи Шепарда. Прошу тебя, молю послушай меня. Да, башня выход из этого мира. Она ведет к свободе и истине. Но она также ведет и к нашему концу. А-а-а. Вот, есть. Ага, потом мы делаем так. Так. Можно здесь пройтись по вот этим рельсам. Прости, Шепард, я буду делать все сам. Потом поднимаемся на эту платформу. Я всегда мечтал здесь побывать, полетать здесь. Оказывается, это возможно. Это очень круто. Я, конечно, это не сам все понял. Я подсмотрел. Вот такой вот я поганец. Так. Нужно что сделать? Нужно поставить сюда и забрать коннектор еще один. Вот сам Сара нас поджидает. Пшал нафиг. Идем. Один коннектор ставим сюда. Да. Опрыгаем. И вот здесь трюк есть интересный. Вот так. И коннектимся вот тут вот. Вот так. Видали, как интересно? Потом надо будет делать всякие возвращения, опускания вниз, поднятие вверх. В общем, всякие такие вот прибамбасики нужно будет делать. Хоп. Идем. Надо быстрее, потому что уже вьюга поднимается. Она скоро у меня достигнет. Надо поэтому действовать очень быстро желательно. Идем сюда. Хватаем джеммер. Берем вот этот джеммер. Дай вот сюда берем. Что, его откинуло? А, все нормально. Далее. Прыгаем. Как-то так надо замутить. Тоже схватить этот кубик. Я боюсь уже вниз, там очень страшно. Вроде еще тьма далеко, да? Вроде еще, да, еще есть. Сюда бежим. Окей. Окей, окей, окей. Все нормально. Главное не торопиться и не запороться. А то очень, очень уж геморройно. Надо поставить так. Ставить сюда. Давай, ставься. Хоп. И за ним след. Летим. Окей. Берем. Где второй? Где второй? Вот. Тут вообще надо замутить суперкрутую штуку. Надо все, все, все это унести наверх. Наверное, да, вот так вот надо сделать. Потом раз. В руки. Прыгаем. Главное не запороться. Где не запороться? Еще время есть, поэтому все окей. Не слишком торопимся. Ага. Да, вот сюда потом. Этот. И да, все. Загребаем. Ну, ну, ну. Все, мы здесь. Надо очень грамотно здесь действовать, чтобы не запороться случайно. Берем вот этот вот коннектор. Предварительно все возле лифта. Лифтовой шахты надо расставить. Потому что это потом мы все заберем. Оп. Привет, Самсара. Как дела? А, надо здесь поставить. Все законнектить как следует. Угу. Главное, чтобы не унесло еще вдобавок. Вот так. Сработает? Хорошо. Так, здесь надо быть предельно осторожным. Вот так. Ух. Теперь нужно дезактивировать вот эти вот. Деактивировать. Окей, надо теперь что нам надо сделать? Надо. Бежать сюда. Опять. Опа. Ау, стоп, стоп, стоп. Тут по краю можно пройти. Ага. Только бы не упасть. Все. Сработало. Хорошо. Хорошо. Здесь стандартная фигня. Нужно, да, просто деактивировать вентилятор. Залезть на кубик. И ехать наверх. Вот так вот. Бегом. Поднимаемся на лифте. И потом этот лифт нужно будет назад отправить. Оп. Есть. И весь мы видим разработчика. Разработчика. Вот так вот спрыгнем потихонечку. Хорошо. Теперь надо все это упаковать сюда. В лифт. Окей, мы почти, почти завершили. Почти завершили. Осталось только не лохануться. А это я умею делать. Самый последний момент. Так. Самса рэди в ж. Отлично. Здесь нельзя падать. Это будет чертовски плохо, если я паду. Все. Стоим, ждем. Полетели. А, нервничаю. Я нервничаю. Как-то так. Как-то так. Как-то так. Стрип, стрип, стрей. Наверх. Все, почти. Мгла еще далеко. У нас есть шанс. Что он там смотрит? Че он там увидел? Он, наверное, наблюдал за тем, какие-то дела. А, все, он исчез. Он просто угорал. Ладно. Не знаю. Наверное, пока надо оставить. Надо поднять все это барахло себе. А, вот. Можно же вот так сделать. Так. Нет. А, вот так правильно. Так. А, ну все. 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 У-у-у-у. Ну, теперь делаем то же, что и Шепард делал в свое время. Отсюда. Направляем. А, кстати, как он направлял? Ух ты. А, я не помню совсем, как он это делал. Может быть, вот так вот? Зачем я отправил? Ой, болван, ой, болван. Не то сделал. Все, вот сейчас, вот сейчас будет, вот сейчас будет. Вот теперь надо отправить. Так. Соединили. Прошу, останься здесь. Пусть история продолжается вечно. Ух. И вот теперь будет концовка. Теперь будет концовка. Что? Это истинное предназначение, противостоять мне. Это было последним испытанием, но... Но я... Я боялся. Я хотел жить вечно. Внимательно... Внимательно смотрим. Приступить к аутентификации параметров. Приступить. Да будет так. Да свершится воля твоя. На самом деле, я поражаюсь, как просчитаны все загадки в этой игре. Вот встретив робота-разработчика сейчас, проходя последнюю загадку, я понял, что они все это предусмотрели. То есть, настолько все тонко прочтено, что можно было пройти и так, и вот так вот. Так. Замечательно. Ладно, теперь я помолчу. Смотрите бонусную концовку. 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 А здесь что? Блин. Как это нервозно. Ладно. Иди на свет. Где я? Что происходит? А? Что? А, вот я. О, как забавно, хорошо О, врата Похоже на ту концовку На башне, опять терминал Да ладно В чем разница здесь будет Введите увековечий Для перехода к вечной жизни Поиск локальных и ширинных ресурсов Увековечить Сейчас вы будете подготовлены К вступлению в вечность Пожалуйста, встаньте рядом с 3, 2, 1 Возрадуйся, дитя мое От того, что оставляешь этот мир Ибо все, чего ты достиг Перейдет к роду твоему В этой земле будут они процветать И помнить тебя, как возлюбленного Барабай Лохима И потому Ты не будешь подвластен смерти Все хорошо, дитя мое Будь спокойным Реснок активного процесса выполнен Сбор данных эксперимента выполнен Анализ производительности логики удовлетворительна Проверка независимости дочерней программы провалена Хранение дампа памяти выполнено Отправка текущей версии в репозиторий сохранено Блокировка успешных дочерних параметров выполнено Произвольное регулирование оставших параметров выполнено Увеличение номера версии выполнено Стирание банка памяти выполнено Запуск прошивки Прошивка функциональна Загрузка параметров дочерней программы Загружена Системная проверка завершена Запуск дочернего процесса Готово Да, 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 да Это опять же я, опять я В который Какая-то офигенная концовка В дополнение к концовке, которую мы с вами получили Узри, дитя мое Ты восстал из праха И идешь в сад мой Услышь голос мой И знай, что я твой создатель И имя мне Элохим Ищи меня в храме моем Если ты достоин Обалдеть Мы тоже с вами обсуждали Но теперь я это все увидел И еще больше прочувствовал Вот этот вот момент Мы начали игру с вами Самый первый выпуск Начали с этого же То есть Мы были Очередной версией Все версии до нас провалились Они все пошли на удаление Тупо следуя Элохимовским речам Красивым И только вот тогда Когда мы играли Мы сразу пошли на башню То есть наконец-таки программа Сколько же раз Она повторялась 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 Ведь Ничто не вечно И Понятно, что Они замутили этот свой центр Лабораторию свою С расчетом На то, что она будет работать Очень-очень долго Питание не отключится Но Могло произойти что угодно Метеорит мог побахнуть В этот центр Да? Ну вообще все что угодно И Все-таки получилось Симуляция повторялась Из раза в раз Постоянно Снова и снова Снова и снова И мы вновь ее запустили Ну что ж Это кстати концовка такая Без титров По сути Нас просто заставили Игру заново проходить Видите Тут все Все заново Все обнулилось И Боже мой Боже мой Мы закончили Игру полностью Мы увидели Все пасхалки Мы собрали Все сигилы Мы увидели Все концовки И Так много Всего интересного Надеюсь По крайней мере Вынесли Из этой игры Вот На самом деле Даже если вы Не любите читать Книжки То Играя в эту игру Прочитайте Просто все Эти отрывочки Текстов Которые Нам представлены И Уже из них Можно много Чего интересного Для себя вынести Даже если Это не поменяет В корне Ваше мировоззрение Это просто Как-то дополнит Вас иной Точкой зрения Честно Это наверное Была одна Из лучших Игр Если не лучшая Игра За все время Что я проходил На канале Да и вообще Играл Одна из Просто Прекраснейших Игр На мой взгляд И я благодарен Кротим За Сколько часов За Больше 20 часов Мы с вами В нее играли Которую Эта компания Подарила Мне И нам С вами Чтобы мы Насладились Этой атмосферой Этой мудростью Этой мудрости Набрались И Не знаю Можно много чего Еще сказать Жалко Что мне нельзя Стереть память И дать Пройти В эту игру Пройти Эту игру Еще разок Я бы С удовольствием Это сделал Потратил бы Еще 20 с лишним Часов Лазя 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 Повсюду Что касается Выпуска Который вы сейчас Смотрите Скажу лишь То что Я Очень много Времени Потратил На это Я Искал Подсказки В интернете Старался что-то Находить сам И даже С подсказками Некоторые вещи Было очень сложно Реализовать Поскольку требовало Какой-то сноровки В управлении Требовало Один уровень Особенно со статуей Это было вообще жесть Со статуей Гнара Где надо было искать часть Они были скрыты В камнях И по всему левелу И мне вот Даже в подсказках Не было написано Где их конкретно искать Типа сказано было просто Что ищите В камнях И все И я искал Искал И потратил на это Больше часа Да Часа полтора Наверное В общем это был Очень Очень тяжелый Вызов Для меня Записать все пасхалки Для вас По сути Пробежаться По всей игре заново И Я рад что это сделал Я надеюсь Вы оцените Труд И оцените Сколько всего Интересного Мы с вами получили Все пасхалки Они были очень прикольные Знаете Ты Словно становишься Ближе к разработчикам В плане Как будто ты с ними Болтаешь И чувствуешь их Их атмосферу В работе Над игрой Насколько они Старались сделать ее Вот когда ты видишь Такое огромное количество Пасхалок Такое огромное количество Деталей А детали Эта игра Состоит из деталей Тут Нет ничего лишнего Тут даже По сути Багов Нету Как таковых Тут есть Тут все предусмотрено И это говорит И это говорит о том Насколько люди Были влюблены В то что они делали И у меня всегда Почти что слезы Наворачиваются Когда я Представляю Когда я думаю Об этом Обо всем То есть Какая атмосфера Царила Когда люди Работали Над этой игрой И Мне просто жаль Что меня не было с ними Что я не приложил К этому Руку Я просто в это Поиграл И А мне бы хотелось Именно поработать Вот в такой атмосфере Когда прям Все горят Тем что они делают Блин Это потрясающе Окей Мне остается Попрощаться с вами Ребята Огромное спасибо Что со мной Были вы Все это время Лайкайте Комментируйте Подписывайтесь Пишите в комментариях Ваши мысли Ваши мудрые Изречения Вашу точку зрения По поводу всего Что вы здесь видели Я надеюсь Вы досмотрели до конца Я знаю Этот выпуск Очень долгий Но надеюсь Вы осилили его Как осилил его я Мне пришлось хуже Поверьте Вот Пишите все Что вы думаете Я буду читать Буду отвечать И Все Я просто не могу Перестать болтать Мне очень хочется Еще Остаться здесь Видеть эту менюшку И Я не хочу прощаться С игрой Но придется Это последний выпуск Сталоса Нам пора Прощаться С этой игрой Пока TheTalasPrincipal Огромное тебе Спасибо за то Что ты есть И вам Ребята Огромное спасибо За то что вы есть Давайте Мудрую Духотворенную И Всепьемлющую Петюлю Вы готовы? Раз Два Три И Пять Духотворенную Духотворенную Субтитры